Добрый день, друзья! Мне часто задают вопрос, как же так? Мы хотим очень быстро вылечиться, поправиться. Мы вот к вам приходим и ждем волшебные палочки, которые быстро-быстро все изменят. Мы вдруг резко поправимся, наши дети станут здоровыми. Более того, если у ребенка, например, то же самое умственное отставание, то даже вопрос звучит, блин, здесь же всего лишь включить интеллект. И вы знаете, иногда вот такой подход нас ставит в ступор. Всего лишь включить интеллект, ну, сходите, всего лишь у врача включите интеллект. Но я хочу рассказать и пояснить, насколько большой трансформационный процесс идет в подсознании психики человека, чтобы у вас было хотя бы минимальное представление, насколько сложные вещи с перепрограммированием человека мы делаем. Смотрите, вот человек обращается к нам и говорит, у меня болен ребенок. В социуме, в семье, где проживает этот ребенок, есть мама, папа, бабушка, дедушка, есть знакомые, окружение. Есть целая огромная игра, да, такое вязкое болото. Если меняется один, то все болото должно перестать квакать, да, изменить как минимум сценарий своей жизни. И это большой трансформационный процесс, который растягивается во времени. То есть это болото может затягивать обратно. Ты забираешь оттуда игрушку больного ребенка, оно обратно тянет, говорит, а мы не знаем, во что новое играть. И это все сложные процессы. И даже процесс конкретно в маме, который жесткой папе, который жестко привязан к сценарию ребенка, они достаточно глубинные и болезненные. Более того, есть разные варианты для работы. И сегодня мы рассмотрим, как работать, может быть, даже более эффективно над собой. Для того, чтобы изменился сценарий, надо, чтобы изменились структуры психики и произошли осознавания у человека. Чтобы закрыть карму, надо осознать, зачем нужен был такой сценарий, где происходит осознание. Вот у нас есть структура психики. Здесь наша душа, здесь высшее я. Здесь строится картина мира. Здесь мы имеем больного ребенка или больного взрослого, неважно. У нас здесь есть программа ум, у нас здесь есть программа эго. Это личностные характеристики. Здесь двухсторонняя связь. Здесь односторонняя. Интерес. Интерес идет только от души к программе ума. В другую сторону сигнала нет. Я конкретно обращаю внимание, сигнал здесь в одну сторону. И вот смотрите, у нас здесь есть интерес. Это психическая структура, грубо говоря, и ребенка, и родителя. Мы ее должны привести вот в такой вот вид. Дальше у нас есть структуры надсознания. Дальше у нас есть зазеркалье. Здесь у нас есть сознание. Здесь у нас есть игрок. И здесь у нас есть наблюдатель. Эта структура очень важна как переход, потому что она осуществляет переход подсознания. Структура подсознания содержит в себе программное обеспечение о коллективном, об объективной реальности. То есть именно здесь стыкуются, грубо говоря, каждый этот кружочек – это мир, это игра. И вот если вот этот кружочек – игра в аутизм или в игра в сахарный диабет, и он сейчас качает сюда свой сигнал, то здесь разворачивается игра – я играю в сахарный диабет, да, или в аутизм. Более того, у очень большого количества людей интересно играть в это заболевание, да. То есть у него программа «Ума» уже обеспечивает прием уколов, препаратов, эго, личностные характеристики, гордость за болезнь, там и так далее. То есть по двум каналам перераспределяется энергия. Здесь отыгрывается сценарий болезни, да. И назад идут очки осознавания. Зачем эта болезнь нужна? Как она меняет человека? И к моменту, когда человек уходит на кладбище, вот этот вот сюжет полностью завершается. Завершается он, как правило, через боль. Правильно, человек болеет, ему больно болеет. И через боль выталкиваются очки осознавания. И в принципе к этой схеме мы привыкли. То есть боль, она очень быстро выталкивает человека в развитие. Когда человеку очень больно, вот он не может больше вынести этого сюжета болевого, он кричит «Бог, помоги мне, блин, все накрыло». И в это время у него происходят какие-то осознавания, и Бог говорит «Ну ладно, этот сюжет не держишь, на тебе вот этот сюжет». Только кто тут Бог, который у вас говорит? Ну вы сами уже догадались, где этот Бог сидит. То есть подкачивается уже другой сюжет, например, здоровый. Так вот для того, чтобы переключить один сюжет на другой в подсознании, подключить другой мир, другие частоты, а здесь нет ни образов, кстати, ничего такого, что там не визуализация, здесь это не работает. В подсознании одна система, здесь частоты. И работают только частоты. Чем выше вы вибрируете и передаете свое подсознание частоту, тем лучше исход сценария, и тем вероятнее, что он изменится, да, при наличии осознавания. Но бывает такая история, например, когда мы начинаем работать специально, мы человеку загружаем анкетами радикального прощения, человек осознается, да, плачет, завершает какие-то истории, вверх идут сигналы, все, пошла смена сценического ряда сценарного. И через боль очень хорошо движение осуществляется. Но бывает такое, что вот эти вот каналы, а это каналы в психике, они забиты, да. Например, сдвинуты структуры вот этого программного обеспечения, раздвинуты, да, как мы говорим, бутерброд съехал. Они раздвинуты и перекрыли эти каналы здесь. И сигнал не проходит. И тогда, когда вот разъехавшийся бутерброд, это психическое нарушение, его не поправишь таблетками или работаешь с психотерапевтом. Это надо брать и конкретно менять программное обеспечение, ставить его на место. То есть это значит, в программном обеспечении есть поломка. Надо переустановить винду. И вот когда такие штуки получаются, тогда вот человек отыграл какой-то жизненный опыт, осознал, и дальше сигнал должен поступить здесь. А он не проходит. И тогда сигнал идет сюда. А здесь односторонняя связь. Он закручивает программу ума. Программа ума накручивает эго. Эго пытается перетранслировать этот сигнал снова в Высшее Я, типа заменить осознание. Но это не проходит. И тогда вот здесь происходит разрыв. Вот этот разрыв и есть классический вариант депрессии, который пытаются лечить медикаментозно. Как вы думаете, медикаменты в данном случае будут эффективны, вот когда вы осознаете, как работает система? Правильно. Медикаменты в данном случае будут неэффективны. Но медикаменты, прием медикаментов может работать даже как плацебо. В том, что человек вроде бы здесь почувствовал себя лучше, имея вот эти вот поломатые структуры, но на какое-то время вот он каким-то образом адаптировался. Адаптационная такая вещь происходит. Грубо говоря, хромому дали костыль, но никто не собирается лечить его тело, чтобы он перестал хромать. Потому что психика таблетками не лечится. Таблетки на это все не работают. Таблетки это здесь, это вообще в картине мира. И сюда они не имеют никакого отношения. Поэтому любое медикаментозное хирургическое лечение вот здесь неэффективно, господа. И это очевидно. Здесь работает эта зона сознания. И если человек отличается от обезьяны существо осознанное, то он должен учиться работать вот с этой вот частью. Иначе наша медицина обречена на медицину каменного века. Итак, вот теперь, когда вы осознаете, это только одна часть структуры, мы называем ее нижняя, да? И вот чтобы ее привести в рабочее состояние, надо время, да? Потом вот эту здесь части, я бы здесь две разделила, да? И еще у нас есть разделение здесь, да? И еще у нас есть тело. И теперь смотрите. Один, два, три, четыре, пять. И тело шестой этап. Но с телом можно работать синхронно на каждом из этапов. Грубо говоря, пять этапов работы с психикой, это те этапы, которые мы сегодня видим и в алгоритм мы положили при работе с тем же самым аутизмом, да? Когда их отрабатываешь, действительно, отработал две-три недели, четыре. Человек адаптировался, у него поменялась реальность, он по-другому смотрит на мир, у него изменилось восприятие, у него отладились каналы, начала нормально работать сигнальная система. Переходишь к следующему блоку программного обеспечения. Это все программное обеспечение человека, которое выстраивает его реальность. Потом к следующему, потом к следующему. И потом уже отлаживаешь все это синхронно с телом и рисуешь новые сюжеты, подбираешь здесь новый сюжет и говоришь, да, вот отсюда теперь будет качаться вот этот сюжет. И в этом сюжете тело будет здорово. И играть человек будет через интерес в жизнь и будет проявляться как творец. И это следующая игра. Зачем играть в болезнь, когда можно играть в творчество? Это все разные игры, и это все разная осознанность человека. Вроде бы просто, но дам еще один ключ. Вот этот вот обратный сигнал, он может быть, осознанность может наступать в двух случаях. В двух. Первое, через боль. Но этот мир дуален. И по закону парадокса у боли есть другая составляющая. Да, Бог подарил ее тоже. Человечество, он ее просто вручил и говорит, Боги, несите. Но про нее никто не говорит. Если мы возьмем шкалу Хокинса и посмотрим ее внимательно, как люди здравомыслящие, мы увидим, что в шкале Хокинса очень хорошо по баллам прописаны состояния гнева, злости, обиды, вины. Все низы есть. А потом есть радость. А между радостью и дальше состояния нет. Они не описаны. Их никто не описал. Но есть в нашем обществе такое. Боль-то есть. Боль описывает низы. А есть другое. Есть счастье, господа. Есть счастье, и это тоже состояние. И это состояние очень высоковибрационное. Счастье, как минимум, включает в себя любовь, благодарность и радость. То есть счастье всегда включает эти составляющие. Счастье – это верхний диапазон игры. И если вы осознанно заходите пересматривать свою жизнь с позиции счастья, то точно так же можно извлекать осознавание. С одной стороны, можно через боль. И на ранних этапах работы радикальное прощение, а это этап через боль, оно очень хорошо работает. То если вам радикальное прощение не принесло нужного выхлопа, вместо того, чтобы рвать психические структуры, надрывать их, страдая, посещая гештальты, психоанализы, психотерапии и так далее. И как говорят сами люди, которые 2-3 месяца мучений, рыданий и так далее, их психика трещит по шлам. Потому что забиты эти каналы, сдвинуты эти блоки программ, но не проходит сигнал. Никто же этот сигнал не восстанавливает, на место не ставит. Никто же с этими структурами у нас не принято работать, их вообще не различает. И у человека, человек заваливается в низы. Но человека можно вывести, его можно вывести через счастье, через осознанное управление. И счастье пробивает многие вещи и даже двигает программное обеспечение. На самом деле есть один вопрос, введя который в жизнь человек может коренным образом изменить свой событийный ряд. То есть совершая любое действие, задавать себе вопрос, а приносит ли мне оно счастье? Вот и искренне отвечать на него. Счастье или оно приносит? Или оно приносит месть? Или оно приносит обиду? Или оно приносит злость? А это не о счастье. Счастье приносит, это как минимум, это благодарность, радость, любовь и выше. Да, экстатическое состояние. Захотелось вам поругаться в магазине, и вы спросите, принесет ли это мне счастье? А принесет ли это счастье второму человеку? Ведь у нас же работают зеркала, что посеешь, что пожнешь. Только введение этого вопроса в жизнь уже может продвинуть и очень сильно дать толчок в развитии и вас, и вашего ребенка, если он болен. И это может подвинуть вас из того же самого тяжелого недуга. Просто научиться себе задавать вопросы, принесет ли это мне счастье. Потому что второй канал после боли, второй вариант запуска канала осознанности, это счастье, господа. С вами была я, Наталья Зайцева. Спасибо. Спасибо.